В Аусин мне хочется дойти до самой сотности. В это и слова Бориса Пастернака стали эпиграфом для життя Михаила Шулина. Журналист, режиссер-постановщик, письменник, мастак. И он был мастаком, и Кали писал пьесы о повести, Кали был режиссером феерры и концертов, Кали створал телевизийные передачи, и Кали малевал. Как он рисовал, я, конечно, не видел, он делал это один. Потом я видел уже работу, он так спрашивал, ну как, И даже не ждал ответа, потому что это действительно не было для него таким самым главным в жизни. Потом повесил на стенку, месяца два-три повесят, Потом он их брал и за шкаф определял. И там они всю остальную свою жизнь не лежали за шкафом. Его работы ураживают разностаенностью стылю, колоритом, Дзюным поглядом на то, что было побольше. Кожный малюнок промышает спыниться и задуматься. На выставе проставлена только невеликая частка работ Михаила Шульмана, Алия Яны дают уявление, на колький он был талиновитым майстром. Михаил Шульман не считал себя художником, мастером визуальных искусств, но, однако, в тех его работах, которыми он очень увлекался и дрожил, делал их просто для себя, для того, чтобы выразить свою душу, прослеживается именно его мысль, прослеживаются его поиски и эстетические, и духовные. Открытие выставы стало вечером успомином. Десять год, як нема Михаила Шульмана, аля пра ягу памятаюць и паранейшему закапляецца ягу майстырством. Михаил фонтанировал идеями и паспехова увысавлял их. Театральные постановки, проекты на славянскім базары, телевизийные передачи, над якими працаваў Михаил Шульман, зауссёта адрознивалися новаторством и высоким профессионализмом. Я помню те передачи, те прямые эфиры, на которые меня Михаил Шульман приглашал, и сорок минут прямого эфира проходили вместе с ним так незаметно, так на одном дыхании, что просто они не только не утомляли, но они приносили радость. А это уже показатель большого профессионализма. Михаил Шульман был натхняльником и наставником для молодых теленавитых редакторов, режиссёров, які и сегодня протягувают его в справу на Витебском телебаченне. Михаил Шульман мог еще многое зарабить. У него было еще столько планов и задуман. Светлана Макаева, Кирилл Кайсберг, Новина, Витебск.